Небольшая деревня Ильбеши, что в Чебоксарском районе, уже полгода в центре внимания. До сих пор не утихают споры вокруг земельного участка, расположенного рядом. Если верить местным жителям, то вскоре здесь должно начаться строительство завода по переработке молока. И свой бизнес развернут не иначе, как предприниматели из Китая. Так ли это на самом деле, выясняла наша съемочная группа. Мы не хотим, чтобы чужие кто-то покупал. Но если свои, свои арендаторы кто-то, они китайцы же. Проблемный участок еще 12 лет назад был приобретен нынешним владельцем. И с тех пор стоял в резерве на перевод из сельскохозяйственной категории в промышленную. Специалисты утверждают, что перевод земель прошел в соответствии с буквой закона. Цель перевода, которые явились основанием для перевода и принятия этого решения, было заявлено заявителем основания строительства так называемого логистического, а по документам это у нас в соответствии с видом разрешенного использования под промышленно-складской комплекс, а не строительство завода китайскими инвесторами. Получается, что ни о каком заводе по переработке молока речь не идет, как и о том, что бизнес будут вести предприниматели из Китая. Вот он участок в 65 гектаров. Здесь предполагается строительство логистического центра. Возводить его собралась местная компания развития. Готов уже проект. Собственник недоумевает, почему он не может использовать землю по своему усмотрению. Документ о переводе участка из сельскохозяйственной категории в промышленную подписан Кабинетом министров Чуваши еще в июне 2019 года по инициативе хозяина земли. Но чтобы внести изменения в правила землепользования застройки, нужно решение собрания депутатов сельского поселения. Только после этого на участке могут начаться работы. С 10 января уже собрание депутатов состоялось, где вот это решение на сегодняшний день не вынесено. Почему вот это происходит? И, конечно, тут можно так комментировать, что депутаты на публичных слушаниях также они участвовали, и на собрании депутатов были под влиянием все-таки иных партий, и тех людей, которые никакого отношения не имеют к данному населенному пункту, к данному поселению сельскому, приезжие с других территорий, представители партии, они высказывались, эмоциональные высказывания были в отношении намерений этого собственника. Поэтому тут нужно необходимо, вот после сейчас вынесения решения, заключения прокуратуры на проект решения собрания депутатов, если отрицательно будет, нужно провести дополнительно еще раз собрание депутатов, чтобы объективно оценить вот эту ситуацию, и чтобы этот участок, вот, именно использовался она уже по новому целевому назначению, промышленному назначению. Насколько эмоционально можно судить по кадрам, которые гуляют в интернете? Меньше всего это действие с участием выступающих, привезенных из других населенных пунктов, похоже на конструктивный диалог. Не говоря уже о том, что само собрание организовано с нарушениями. С точки зрения проведения публичных слушаний предусмотрен определенный порядок созыва собрания депутатов. По нашей оценке, как мы посмотрели, справовых оснований, юридических оснований для проведения собрания депутатов 10 января 2020 года не было. Соответственно, как вы понимаете, любое решение озвученное в неустановленном порядке, проведенным собранием, оно нелегитимно. В стороне от ситуации не осталось прокуратуру Чебоксарского района. Данное решение собрания депутатов Синьяльского сельского поселения от 10 января 2020 года поступило на проверку прокуратуру Чебоксарского района. И в течение установленного срока будет дана оценка его законности. В пустых словесных перепалках, непотвержденных фактах, все забывают о том, что район, равно как и республика, может потерять многое от нереализованного проекта. Собственник общества ограниченной ответственности о развитии, она предлагает нам там производственные складские помещения, где будут созданы рабочие места для близлежащих деревень, населения. 150 рабочих мест они обещают. И, конечно же, это экономика и налоги, налоговоставляющие бюджет разных уровней, на бюджет района. И поступления эти, конечно, они необходимы. Никто из противников проекта даже не задумывается, сколько надо вложить сил, чтобы крупные инвестиции вошли в регион. Это огромная работа органов власти, депутатского корпуса, бизнес-сообщества. Инвесторы выбирают, прежде всего, те регионы, те районы, где более благоприятные условия. Это, прежде всего, дороги, коммуникации. Чебоксарский район, он всегда был привлекательный. И регионы борются за эти инвестиции. Если средства на строительство нового предприятия не придут к нам в регион, не придут к нам в район, то они уйдут в другой регион. Горячий характер обсуждений этого вопроса я связываю, прежде всего, с тем, что приближаются выборы главы Чувашской республики. И политическая борьба, она иногда проходит не всегда честно, но при этом в пылу политической борьбы нельзя забывать об экономике республики, о ее развитии, росте, о благосостоянии жителей нашей республики. Свою позицию еще не озвучил собственник земельного участка, вокруг которого ведутся споры. Он обещал высказать свою точку зрения нашей редакции в ближайшее время. Анжелика Григорьева, Павел Редков, Республика.